Я неоднократно, обсуждая ситуацию вокруг Украинской Православной Церкви, сталкивался с мнением, что, ну смотрите, прихожане молчат, защитить особенно некому. Вот публично попытался один из народных депутатов это сделать во время голосования законопроекта, ну и мы знаем, что с ним произошло дальше. Вынужден был уехать, и сейчас тоже, собственно, его ищут, и уголовные дела, он связывает это с этим, хотя там процедуры совсем другие. Важный и главный вопрос. Что сейчас с закулитами после принятия закона, который ряд народных депутатов, большинство, которое проголосовало, называет законом о запрете Украинской Православной Церкви? Вот это и есть как раз закулисье. Если Еленский говорит, что у меня есть множество способов, благодаря которым не унизить ни одну, ни вторую сторону. То есть он уже в открытую говорит, что этот закон необходим для того, чтобы нас принудить, принудить, заставить объединиться с ПЦУ. Поэтому потихонечку, на уровне нашей России пока ничего, никаких бумаг не поступало, нет, но в открытую уже есть у нас храмы, где мы арендуем, и нам уже говорят, мы вам договора продлевать не будем, то есть освобождайте, придет представитель ПЦУ, и там уже будет служить представитель ПЦУ. Ну, посмотрим, все в руках Божьих, я, знаете, Бог ругаем никогда не бывает, и если человек этого не понимает и думает, что захватом или ложью можно добиться Божьего, то он глубоко ошибается, это не Божье, ложь не может быть Божьей, и даже ложь во спасении не может быть. Поэтому я считаю, что все-таки идет подготовка интенсивная, эйфория, я думаю, уже прошла, но сейчас повсплывало множество, я не буду, не знаю, это бывшие граждане Украины, но которые не живут в Украине или которые вообще не имеют никакого отношения к Украине, но все разбираются в ситуации в Украине. Вот это мне тоже интересно, они имеют, да, они здесь докторские диссертации защищали, но живут в Америке, себя прекрасно там чувствуют, в ПЦУ не переходят, так что это, ну, тем не менее. И рассуждают о Украине, что в Украине все хорошо, все прекрасно и тому подобное. Поэтому для нас сегодняшний день это все-таки то, что мы со стороны власти, я сейчас коснулся вопроса, чем они занимаются, я думаю, там идет интенсивная, да, она уже прошла фактически. Если он уже в открытую говорит, что вы должны объединиться, мы уже знаем, что скажет экспертиза. Ну, хоть бы не спешили, хоть бы сказал, что подождите, давайте, пока пройдет все, как положено, по закону. Кто эксперты были? Госпожа Филиппович, бывшая сотрудница Института научного коммунизма. Господин Саган, бывший сотрудник Института научного коммунизма. Кто эти эксперты? Там самый молодой из них, это был Смирнов, по-моему, он только единственный, кто получил образование, высшее образование уже не в коммунистической строе. А Еленский кто? Верный ленинец, атеист и антисемит. Он от нас требует, вы откажитесь, там напишите письменно. Он от своих работ отказался? Он прощение у тех, кого оскорблял, попросил, что я был, мне партия заставила, сказал слово. Так как было нутро гнилое коммунистическое, так нутро это и осталось. И что будет дальше? Мы их видим. Что мы делаем? Да, мы проводим определенные, так скажем, уже наши закулисья, или наша жизнь. Мы стараемся, стараемся, вот знаете, люди чаще стали причащаться, люди стали чаще ходить в храм. Люди боятся потерять свой храм. Храм, который они строили, который по копейкам собирали эти гроши, чтобы построить эти храмы, но тоже обсуждают. Это закон не заберет. Пожалуйста, посмотрите, что уже творится на Западной Украине. Сколько храмов забрали? Но все это преподносится как добровольные переходы. А лэш без батюшки. Что ж это за община такая? Приехала с соседнего села на автобусе толпа людей в балаклавах, которые стоят под церковью, курят, перекреститься не могут. Господин Княжицкий как заходил в церковь. Пузо себе почесал, это называть он крест наложил. Поэтому здесь вот это унижение, которое они думают, высказывают, они в наш адрес, но для христианина это слава. И поэтому мы готовим к этому нашу паспу. Мы готовим к тому, что все-таки, да, говорят, гонений нет. А что такое гонение? Вот что такое гонение? Христиан убивали, бросали львам. Их там подвергали издевательствам, пыткам и тому подобное во времена римских императоров. А в советское время их расстреливали. Их отправляли в конце лагеря. Наше время это тот астракизм, который сейчас высказывается в адрес нашей церкви. Это те захваты храмов, а те избиения, а кровопролитие. Уже есть видео, зафиксировано это все. Только никто не видит этого. И думает о том, что нет гонения на церковь, нет. Поэтому наш долг сейчас, как священнослужителей, подкрепить людей, укрепить в людях веру. Потому что уже сколько лет фактически мы слышим, что мы враги. Но мы никуда, и вот люди все равно. А давайте, Владыка, давайте... Подумаем, почему так. Были определенные, ну скажем так, с началом полномасштабные уже агрессии, вторжения, были определенные претензии. Ну вот смотрите. То есть там какие-то иконы царские, были вот поминания Кирилла, патриарха. И, соответственно, вот этот штамп, клише, вот это вот московские попы, оно как бы стало синонимом там враг народа. Я, ну, то есть мы видим, что украинская православная церковь, духовенство, высшие саны, они вот собрались, даже вот мир аварят уже отдельно, что является прямым показателем духовной независимости. Но претензии эти остались за связи с Российской Федерацией и с РПЦ. Почему? Александр, вы знаете, я над этим думаю по поводу мироварения. Вот тоже у меня очень хорошее отношение с патриархом Парфирием сербским. Мы еще познакомились, когда были архиереями. Но он тогда тоже был еще митрополитом хорватским. Мы познакомились с ним, и так у нас очень теплые отношения. Я знаю некоторых архиереев из других поместных церквей. Вот. И я этот вопрос задавал. Но это древняя традиция. Раньше каждый архиерей в первые века христианства, каждый архиерей варил сам себе мир. То есть это была такая традиция. А потом это как это уже прерогатива поместной церкви. Но с другой стороны, гражданину Думенко кто варит мир? Константинополь. Поэтому вот этот вопрос. А почему к нам такое отношение? Я задумывался. И вы знаете, даже некоторые были, не стесняясь, надевали на себя стиха, выходили с иконами, показывали себя, что они активные прихожане УПЦ. А потом резко поменялись. Я скажу почему. По моему убеждению, это, во-первых, нереализованные возможности, которые он видел якобы в церкви, как в политической организации, которая могла бы ему помочь. Но она этого не сделала. И она не пошла на это. Потом, второе, это то преступление, которое совершают. Ведь у вас часто, я слышу в эфирах, ваши гости говорят, вспоминают слова Мороза, что даже самого честного украинца, посадив в обладное кресло, у него вырастут на следующий день рога и хвост. Но я не хочу оскорбить, но человек, который дорвался до кормушки, а церковь ему говорит, не воруй. Не воруй. И церковь не будет говорить, ты хороший, твоя политика хорошая, а того идеология плохая. Я могу дать оценку, как тебе с точки зрения Евангелия, так и ему с точки зрения Евангелия. Но я не виноват. Если у него она соответствует, то я не соответствую. Что я должен сделать? Да, я с тобой друг. Да, я с тобой, так скажем, общались мы это. Но я буду кривить своей душой, кем я буду в твоих глазах. Следующий момент. Посмотрите, как относились к предателям. Они никогда не стали своими. А чтобы доказать верность своему сюзерену, что делают предатели? Они свой же народ, своих единокромных братьев, они их уничтожают. Момент духовный. Ведь он видит меня, представителя Украинской Православной Церкви. Церковь, которую они уже больше 10 лет, в открытую гонят, а фактически больше 30 лет, и Церковь стоит. Как бы мы ни говорили, совесть, её можно прижечь. Но вы знаете, я как врач, мне понятнее язвы. Но они, трофические язвы, она никогда не пройдёт. И вот совесть, совесть, и что ты не делай с ней, траве алкоголем, наркотиками, жги, она всё равно будет прорастать у тебя. И он, видя меня, его совесть скорбит, а ты его предал, ты предатель. Вот эта вот зависть и бессовестность, или как сказать, жжение совести, его вызывает меня уничтожить. Он меня ненавидит. За что? Что я сделал плохого? Например, наша епархия за 10 лет, можете себе представить, 1500 литров крови собрала, спасла сколько жизней. У нас в Ахмадете не было тех приборов, которые есть у нашей детской онкологии. И это всё покупала епархия. Сколько сделано, сколько жизней спасённых. Я был в Бердянске, поехал 12 марта 2022 года. Я поехал в Мариуполь, не боясь ничего. И в меня стреляли, обзывали, что только не было со мной. Но я поехал, потому что там были дети. И я вывез больше 600 детей. И второй раз поехал, когда меня унижали, опять же там по дороге, пока мы в Пологе доехали. И там ещё 150 деток вывез. И что? Вот оно. И поэтому их жжёт. А гражданин Патураев, где он в это время был? Папсулю сбежал, как трус. Кофейку попить, донаты собирать, сколько собрал, а сколько украл. Я не осуждаю. Не знаю. Но что-то я не слышал, что он что-то привёз из Австрии. А когда более-менее стало, когда он вернулся? А теперь о церкви рассуждают. Кто эти люди? Вот их и жжёт эта совесть. Хотя сами же ходили в церковь. И я не знаю. А теперь о церкви. А теперь о церкви.